Всем привет! Сегодня понедельник, 19 августа. Вы смотрите вечерний выпуск сильных новостей. Я Мария Портова. Дальнобойщик из Гомеля, который попал в больницу с инсультом, скончался в Екатеринбурге. Когда будет следующая перепись населения? Кто в нашей стране сможет быть ремесленником? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. В Гомельском районе утонул мужчина во время рыбалки. Как пишет Белка, трагедия произошла 17 августа рядом с деревней Скиток. Тревогу забила супруга. Вечером она позвонила в МЧС и рассказала, что ее 46-летний муж не вернулся с подводной рыбалки. В тот же вечер на саже в 30 метрах от берега рыбаки заметили лодку с вещами. В ней и рядом никого не было. Тело мужчины подняли с 4-метровой глубины. Проводить реанимационные действия уже было бессмысленно. Известно, что погибший рабочий Гомельмаша в тот день отправился один на подводную рыбалку. Он был в гидрокостюме и маске, но без акваланга. Но, к сожалению, это не все. В Калинковическом районе утонули двое детей. Мальчишки поехали порыбачить. Следственный комитет сообщил, что трагедия произошла днем 17 августа. Два жителя агрогородка Горбовичи, 8 и 10 лет, поехали на велосипедах порыбачить на местную речку. Дети расположились на краю бетонного настила. В какой-то момент ребята оказались в воде и не смогли выбораться на берег. Оба мальчика утонули. Дальнобойщик из Гомеля, который попал в больницу с инсультом, скончался в Екатеринбурге. Сильные новости рассказывали о белорусском дальнобойщике Евгении Погарцеве, который отправился в рейс от Москвы до Екатеринбурга и оказался в больнице. У мужчины случился инсульт. Врачи сделали операцию, но состояние пациента все равно было тяжелым. За это время дочь дальнобойщика вместе с супругом приехала в Екатеринбург и поселилась в машине возле больницы. Пока врачи боролись за жизнь белоруса, транспортная компания Дентра заявила, что не собирается ничего выплачивать своему сотруднику, потому что у него не было страховки. Помогать с транспортировкой мужчины работодатель тоже не собирался. 17 августа родственникам дальнобойщика сообщили о его смерти. Дочь водителя рассказала, что Дентра согласилась оплатить транспортировку умершего в Беларусь на самолете. В Гомеле на Барыкино скоро откроют гипермаркет. Что же там будут продавать? Новый строительный гипермаркет появится возле большой транспортной развязки. Площадь ТЦ составит почти 5000 квадратных метров. Новый объект займет бывшая цеха завода торгового оборудования. Одноэтажное здание уже накрыли плоской кровлей и облицевали сэндвич-панелями. Внутри заливали новый фундамент. Изменили размещение окон и входных групп. Центральный вход в гипермаркет сделают со стороны магазина «Маяк». Парковка возле гипера рассчитана на 249 мест. В ТЦ, который планируют открыть в конце сентября, будут продавать товары для стройки, ремонта, бытовую химию, косметику и автотовары. Для гомельских школьников с 1 сентября начнут готовить новые блюда. Судя по описанию, будет очень вкусно. О нововведениях пишет Белка. Как на комбинате школьного питания, с 1 сентября питание детей по новым принципам будет организованного во всех школах и гимназиях без исключения. Новый рацион разрабатывался уже много лет. В отдельных учреждениях образования проходил эксперимент. Ученикам предлагали попробовать новинки и проголосовать за понравившееся блюдо. В новом меню теперь те блюда, которые учащиеся охотно ели. В топе оказались картофельные блины бабушка Аня, шашлыки из птицы на бамбуковой палочке, куриные наггетсы и блинчики с вишней под соусом из шоколада или сгущенки. Рыба и капуста особо не вызывали восторгу ребят, но после долгих поисков школьники заценили борщ с морской капустой. Также в меню школьников появится борщ дальневосточный и рассольник. Также должны появиться и колбаски, и станет больше блинчиков. Напитки тоже не остались без внимания. Ребятам больше всего нравился чай, но решили добавить больше витаминов в напитки. Для этого выбрали шиповник. А вместо клюквенного припаса, который кисловат, решили использовать черновосмородиновый. Из ягодной массы в столовых будут делать морсы. На Гомельщине в ближайшее время проверят потенциально опасные пешеходные переходы. Не секрет, что в областном центре сохраняется сложная обстановка, связанная с наездом на пешеходов и велосипедистов. Только в августе с ними произошло 11 ДТП, в которых 1 человек погиб и 10 получили травмы. 5 пострадавших были несовершеннолетними. Практически каждое второе происшествие с участием пешеходов и велосипедистов произошло на пешеходных переходах. С начала 2024 года совершено 36 ДТП по вине водителей, которые не уступили дорогу. В связи с этим до 23 августа в утренние и вечерние часы пик в Гомеле, а также в Гомельских районах сотрудники ГАИ с другими службами усилят профилактическую работу. Она будет проводиться с помощью гласного, негласного и смешанного контроля. Также искать нарушителей будут и камеры. В Беларуси до 1 октября определят перечень видов деятельности, разрешенных для ремесленников. Этот перечень должен быть определен правительством, после чего Александр Лукашенко подпишет указ о ремесленной деятельности. Лукашенко подчеркнул, что те виды деятельности, которые не попадут в список, не должны уйти в теневой сектор. Политик отметил, что в процессе преобразования нельзя потерять какое-либо редкое ремесло. Напомним, в этом году вступил в силу закон о предпринимательской деятельности. В соответствии с ним были определены перечни видов деятельности, разрешенных для ИП и самозанятых. Регистрация ИП по видам деятельности, не попавшим в перечень, будет запрещена с 1 октября. А до конца следующего года ИП должны будут принять решение о преобразовании в юрлицо или о прекращении деятельности. Председатель национального станкомитета Инна Медведева рассказала, когда будет следующая перепись населения. Инна заявила, что следующая перепись пройдет в 2029 году. Сегодня весь мир работает над тем, какие технологии будут использоваться при ее проведении, какие административные источники данных необходимо будет использовать и подключать для того, чтобы упростить населению заполнение переписных листов. Последний раз белорусов пересчитывали пять лет назад, в 2019 году. Как показала перепись, тогда в стране проживало 9,4 миллиона человек. Хотите себе деревянный домик? Лесхоз озвучил цены. В эфире ГОСТ-ТВ рассказали, что небольшой сруб со стропельной системой и обрешеткой обойдется в 18 тысяч рублей. Спросом пользуются и более внушительные дома. Например, 90 квадратных метров стоит 30 тысяч рублей. В лесхозе отметили, что в основном такие дома и заказывают. Отмечается, что дома делают из оцилиндрованной древесины. Подзержинском нашли интересный фиолетовый гриб, но резать его не рекомендуется. Грибникам посчастливилось увидеть неожиданный и очень редкий для белорусов гриб – фиолетовый паутинник-клещ, по-научному известный как картинариус виолациус. Причем он имеет такой цвет не только снаружи, но и внутри. Это близкий родственник шампиньонов, и он условно съедобен. Но собирать паутинник все же не стоит. Не исключено, что он будет занесен в Красную книгу. Самый неудачный день. Парень сделал предложение девушке, но получил отказ на глазах у всего стадиона. Помимо отказа на него еще уронили тарелку с фастфудом и соусами. Даже не жалуйтесь на свой неудачный понедельник. И о погоде на неделю. Ну что, скучали по жаре? Кто хотел поваляться на пляже? У вас есть такая возможность. В Гомеле температура воздуха прогреется до 33 градусов тепла днем. Так что доставайте вновь вентиляторы и запасайтесь освежительными напитками. Сегодня ночью будет плюс 20, а в остальные дни от 14 до 19 градусов тепла. На этом все. С вами была Мария Портова. Подписывайтесь на наши соцсети, присылайте свое видео и мы обязательно о нем расскажем. До завтра! Субтитры создавал DimaTorzok